Здравствуйте! Это итоги недели на телеканале ННТ, студии Махач Курбанов. И коротко о самом главном. На федеральном уровне. В Совете Федерации прошли дни Дагестана, где обсуждались актуальные проблемы республики. Для доступа назовите приход. Как не стать жертвой кибермошенников в сюжете моих коллег. Прививка для безопасности. Работники Министерства образования Дагестана на этой неделе прошли вакцинацию. Как далась пандемия прекрасной половине человечества в интервью за ведущей отделением пульмонологии Республиканской клинической больницы Шапиевой Мадиной Магомедовной. Золотые и серебряные украшения, посуда и оружие. 60 мастеров-ювелиров представили свои эксклюзивные работы. Боец UFC Магомед Анкалаев на этой неделе вернулся домой после очередной победы. В аэропорту его ждали преданные болельщики и родственники. Дни Дагестана впервые прошли в Москве в Совете Федерации. Стартовали они в рамках столетия образования дагестанской автономии. Представительную делегацию возглавил в Рио главы республики Сергей Меликов. В первый день состоялись два расширенных заседания комитетов Совета Федерации. Говорили о сбалансированности бюджетов регионов России на примере Дагестана. На второй встрече обсудили проблемы социально-экономического развития республики. Также коснулись проблемы переселения граждан, которые проживают в опасных для жизни зонах. Вопросы строительства и реконструкции канализации и очистных сооружений. Руководство Республики Дагестан выступило с инициативой проведения Дней Республики в Совете Федерации для того, чтобы обозначить серьезные и важные, насущные для Дагестана проблемы, при реализации которых мы могли бы кардинально поменять положение дел по социально-экономическому развитию региона в соответствии с национальными приоритетами, в соответствии с теми указаниями, которые мы получаем от руководства страны, прежде всего от президента Российской Федерации. В заключительный день вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов сообщил об обрушившейся части стены Дербентской крепости. Он попросил министра культуры Ольгу Любимову помочь восстановить древнюю крепость. И по оценкам специалистов, все эти объекты в весьма плачевном состоянии, их нужно укреплять. При этом понятно, что за счет средств республиканского или местных бюджета ввиду ограничения бюджетного кодекса эти работы провести невозможно. Я прошу вас дать поручение провести экспертизу состояния этих объектов и на основании этого принять решение об их реставрации и консервации. Тренировочный экзамен для организаторов ЕГЭ прошел в Махачкале. На базе регионального центра обработки информации преподаватели, члены комиссии, руководители и технические специалисты пунктов ЕГЭ провели апробацию единого государственного экзамена в игровом формате. Сегодня учителя вновь представили себя выпускниками школ и абитуриентами. По словам кураторов проекта, проходя через металлоискатель, в своей аудитории заполняя тестовые бланки и работая над заданиями, они смогут уже на настоящем экзамене легко находить выход из всех штатных и внештатных ситуаций. Очень важно, чтобы у нас не было никаких организационных, технологических, технических сбоев при проведении экзамена. Иначе это приведет к задержке экзамена, это приведет к напряжению в пункте проведения экзамена. Организаторы начнут нервничать, участники начнут нервничать. Задержка экзамена для участников тоже – это нервный стресс. Поэтому мы обучаем всех категорий лиц, привлекаемых в ЕГЭ, для того, чтобы у нас экзамены прошли качественно, без организационных, технологических сбоев, в спокойной, доброжелательной обстановке. Аналогичные тренировочные мероприятия пройдут во всех городах и районах республики в марте и апреле текущего года. Суд в Дагестане арестовал молодую женщину, подозреваемую в продаже своего новорожденного ребенка. По версии следствия, в декабре прошлого года женщина предложила местной жительнице приобрести у нее ребенка за 800 тысяч рублей. Позже покупательница усомнилась в законности действий и сообщила об этом правоохранительные органы. В ближайшее время следствие приявит женщине обвинение. В интернете давно уже можно не только играть и получать нужную информацию, но и неплохо зарабатывать. А там, где деньги, не обходится без мошенников. Способов развода пользователей в последнее время достаточно много. Так, на неделю в полицию обратилась жительница Кизлярского района, которая, пополнив Киви кошелек на 32 500 рублей, осталась сразу без копейки. Как не стать жертвой обмана, расскажет Алина Багилова. Моноспектакль. Именно так можно назвать аферу с банковскими картами. А так выглядят мошенники, которые вам звонят. Представляются работниками банка, кредиторами, а иногда даже военными. Изобретательности аферистов можно только позавидовать. Схема проста как мир. Звонят людям, представляются сотрудниками банка и сообщают плохую новость. Мол, с банковского счета жертвы кто-то списал деньги. И для того, чтобы остановить несанкционированный платеж, необходимо назвать цифры из СМС. Активность кибермошенников беспокоит МВД республики. Только за прошедший год было выявлено около 600 случаев мошенничества. А общая сумма ущерба достигла чуть ли не 100 миллионов рублей. Это только в Дагестане. Чтобы решить проблему, создано специализированное отделение по борьбе с интернет-преступностью. Колоссальный рост идет по стране. Создаются целые группы на факультетах МВД, которые будут работать в этом направлении. То есть проблема поставила задачу. Не мы предполагали, что такое может быть, и готовили людей, а мы столкнулись с проблемой и после этого начали ее решать. По данным Центробанка, количество звонков от аферистов в период пандемии выросло вдвое. Специалисты предлагают несколько вариантов, как не попасть на удочку аферистов. Если вы получили СМС или вам поступил звонок, в ходе которого предлагают назвать данные вашей карты, предлагают назвать номер банковской карты, три цифры кода, которые с обратной стороны карты, или код, полученный в СМС-сообщении, имейте в виду, что, скорее всего, вы столкнулись со злоумышленниками, ни в коем случае не передавайте данные. Мы говорим о том, что представитель банка может позвонить клиенту, если видит о незаконно совершаемых операциях по счетам клиентов. Но при этом мы все-таки рекомендуем, если вы столкнулись с СМС или с телефонным звонком, прекратить разговор, не вступать в переписку, а самостоятельно позвонить в банк и уточнить цель звонка от этой кредитной организации. Несмотря на рекомендации специалистов, самым эффективным способом борьбы с мошенниками остается бдительность самих людей. Алина Багилова, Муса Салгиреев, Нурмагомед Магомедов и Мурат Бекпарзов. Телеканал ННТ Махачкала. Дагестанские ученые выясняют причину массовой гибели птиц в районе Агроханского залива. Специалисты и ученые Каспийского природоохранного центра, а также природоохранной прокуратуры выехали на место и обнаружили около 300 тушек лебедей, лысух, крякв и селезней. Ученые взяли образцы материала и доставили их в лабораторию для тщательного изучения. Эксперты рассматривают несколько версий массовой гибели пернатых. Отстрел браконьерами, отравление и птичий мор. Окончательные выводы можно будет сделать после проведения тщательного исследования анализов. Конец мусорного коллапса. После двухмесячного перерыва возобновлен вывоз мусора. В администрации Махачкалы создан оперативный штаб под руководством главы города Салмана Дадаева, который координирует работу. Теперь убирать мусор в Махачкале будут муниципальные организации, которые станут временными региональными операторами. Для ускорения процесса уборки мусора служба занятости совместно с администрацией Махачкалы организовали ярмарку вакансий. По их мнению, это позволит набрать рабочую силу для быстрой очистки города. Для помощи городским службам мусор необходимо опускать в баки. Свыше 84 тонн зараженных томатов не допустили к ввозу в Россию в феврале нынешнего года. Причиной этому стала южноамериканская томатная моль. Как инспекторы выявляют вредителя и чем она опасна для урожая в сюжете Натальи Ханбабаевой. Она побывала на таможенном посту Яра Казмоляр. Помидоры, картофель, баклажан. Именно эти продукты привлекают вредителя родом из Южной Америки. Томатная моль быстро размножается, легко адаптируется. И к тому же она устойчива к химикатам. Если моль попадет на томаты, будет уничтожен весь урожай. Южноамериканская томатная моль включена в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Основная кормовая культура – это вид моли томатов. Вредители могут выявляться визуально по повреждениям стеблев и плодов. Томатная моль представляет опасность как для урожая в поле, так и в закрытом грунте. Потери урожая могут составлять от 50 до 100%. Специалисты высыпают помидоры на стол и направляют лампу. Именно так проверяют, есть вредитель на овощах или нет. Ведь моль реагирует на свет. Если инспектор выявил карантинный объект, его помещают в пробирку и отправляют в лабораторию. На следующий день оттуда приходит заключение – действительно ли это томатная моль. Они указывают в протоколе экспертизы, что была обнаружена томатная моль, что она действительно является томатной молью. И мы на основании этого протокола экспертизы и заключения возвращаем машину обратно в Азербайджан. Необходимо помнить, что единого эффективного средства для борьбы с паразитами пока не существует. Ни один из имеющихся препаратов не в состоянии уничтожить вредителя полностью. Остается надеяться на бдительность специалистов. Наталья Ханбабаева, Магомед Магомедов, Даут Гасанов, телеканал ННТ, Магарамкенский район. Работники Министерства образования Дагестана прошли вакцинацию. По долгу службы им приходится взаимодействовать с большим количеством людей из сферы образования. В связи с этим госслужащие приняли коллективное решение привиться от коронавируса для всеобщей безопасности. Подробнее Карим Даниев. Перед вакцинацией важно проверить наличие противопоказаний. Лариса Вычужанина, так же, как и многие коллеги Министерства, заполняет анкету и проходит осмотр врача. Начальник отдела по управлению проектами каждый день общается с большим количеством людей. Женщина осознает важность процедуры для выработки иммунитета. В сентябре месяце я переболела коронавирусной инфекцией, потому что часто приходится взаимодействовать с людьми по работе. И поэтому я решила на сегодняшний момент вакцинироваться. И считаю, что это является на данный момент единственной защитой от такой болезни. Вакцинацию проходит большинство работников Министерства. Врачи отмечают, в первую очередь, прививку необходимо делать сотрудникам социальных структур, медикам, педагогам. После процедуры пациенты находятся под наблюдением медика не менее получаса. Могут быть такие реакции, реакция местная в виде зуда, покраснение в месте инъекции. Могут быть реакции общие, температура небольшая, субфорбилинная, обзноб, но это нормально. Также такие же реакции могут быть на определенные другие вакцины тоже, на тот же самый гриб. Но на нашей практике такого, чтобы заболел после прививки, не случалось. Вакцинация двухкомпонентная. Она вводится в организм человека два раза. Вторую прививку Ларисы Вычужанина и ее коллеги сделают через три недели. Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. С каждым днем количество вакцинированных в Дагестане увеличивается. Ситуация с коронавирусной инфекцией в республике уже не имеет такого ужасающего характера, как весной прошлого года. С первых дней пандемии наши гости Магдина Магомедовна Шапиева, заведующая отделением пульмонологии Республиканской клинической больницы, находилась, что говорится, на передовой борьбы с вирусом. В канун женского дня, 8 марта, мы решили пообщаться с врачом и узнать, что значит для женщины риск в работе, особенно врача. Ведь в данной ситуации Вы не только отвечали за жизнь пациентов, но и за свою жизнь. Здравствуйте. Здравствуйте. Если отвечать на вопрос, который Вы задаете, о том, какой риск для женщины существует, да еще если женщина врач, то, наверное, может быть, нагрузка на женщину, на врача бывает несколько больше, поскольку женщина все-таки более привержена еще и семье своей тоже. То есть одновременно выполнять нагрузку врача и выполнять нагрузку женщины в семье и все это сочетать и стараться, чтобы все было на высоте, конечно, немножечко, может быть, чуть сложнее, нежели это было бы для мужчины. То, что касается профессии врача, ну, я где-то даже уже оговаривалась о том, что врач — это не просто профессия, это образ жизни. Поэтому для женщины, ну, наверное, равно как и для мужчины врача, это образ жизни, потому что мы остаемся докторами 24 часа в сутки. Это не бывает так, что ты пришел на работу к 8, ушел в какое-то там положенное время, и все, и на этом закончилось все. Так не бывает. Ты остаешься врачом сутками, и смысл этого в том, что всегда обращаются к тебе люди, независимо от того, на работе ты находишься или дома ты находишься, или где-то в другом месте. Когда просят о помощи, безусловно, стараешься людям помочь. Это может быть либо действие какое-то, либо слово какое-то, либо дистанционная какая-то помощь. Если говорить о риске женщины в работе, ну, наверное, равно как и мужчины тоже в работе именно профессии врача, наверное, это по значимости немного более весомый риск, нежели в других профессиях, поскольку какие-то, может быть, не совсем верные действия врача, они сказываются, если не на жизни, то каким-то образом все равно на здоровье. Если не на здоровье, то, по крайней мере, на самочувствие человека, который пришел в надежде на то, что доктор поможет ему. Вы получили почетную грамоту от президента России Владимира Путина за такую борьбу с коронавирусной инфекцией. Вам большое спасибо за ваш труд и, конечно же, я поздравляю вас с этой наградой. Но все-таки, как ваши близкие отнеслись к тому, что мама, дочь, сестра подвергают себя и свою семью опасности, чтобы спасти людей? Если говорить о моей семье, то надо сказать, что вся моя семья, она медицинская. Мой отец, мои сестры, мой брат, мой супруг, мои сыновья, все доктора. Поэтому в этом вопросе мне всегда легко, в том плане, что у меня мои близкие, моя семья понимает, и всегда поддержка особая. А в этой ситуации была особая поддержка, особая благодарность моим близким, потому что они все это понимали, потому что вот начиная с самого первого дня, как в стационар начали поступать пациенты, мое отделение было первое, которое стало их принимать. После того, как была заполнена инфекционная больница, они стали поступать к нам, и было закрыто первое мое отделение. Было очень сложно, в том плане, что это был немножко другой образ работы. Пока еще мало кому, ну, хорошо известны, так скажем, потому что новая инфекция, не все было известно в самой медицине, как организовать работу, как помогать. Менялись рекомендации на протяжении всего времени, пока мы работали с этими пациентами. Менялось все. Ну, к чему я это говорю? К тому, что вот это все занимало действительно и моральные силы, и физические силы, но при всем при этом близкие мои всегда были вот на моей стороне, поддерживали. Благодаря им, наверное, я, благодаря их моральной поддержке. И мы, не только я, но и мы все, кто был со мной рядом, мои коллеги, мой коллектив, ну, вышли из этой ситуации уже со знанием дела, с опытом каким-то, с профессионализмом. Ну, надеюсь, что, очень хочется надеяться на то, что такая пандемия больше не повторится, потому что очень был тяжелый период. Вот, не только для нас, мы это пережили медики, но для людей, для людей, для переболевших, для пациентов, многих из которых не стало, для многих семей, это очень тяжелое время. А вы не пожалели, что когда-то выбрали профессию врача? Нет. Нет, этот вопрос даже как-то странно для меня звучит, потому что всегда, это всегда было ясным, и вообще что-то другое просто даже не обсуждалось и не представлялось. Для меня всегда моим примером был мой отец, который был доктором, ну, с большой буквы, он и человеком был с большой буквы, поэтому других мыслей даже не было о том, что это может быть какой-то другой путь. Мадина Магомедовна, вы, безусловно, герой нашего времени, и все ваши коллеги, которые по сей день борются с невидимым врагом, канун 8 марта, хочется вам пожелать здоровья, пустых стационаров и праздников в душе, и, в общем, каждый день. Спасибо, что вы пришли к нам, вас с наступающим 8 марта. Спасибо. Вам удачи, всего самого наилучшего. Спасибо. Духовный лидер шейх Ахмат Афанди встретился с богословами из Карудахкенского района. Мероприятие началось с чтения Корана. В ходе общения муфти отметил, что подобные встречи укрепляют братство ученых. Шейх Ахмат Афанди затронул тему борьбы человека с сокрытыми душевными пороками и духовного воспитания личности. Важно каждому из нас искоренить дурные качества. Арикад не должен стать причиной раздора, а наоборот, причиной объединения должен служить Арикад. Вокруг мазгаба надо собираться, другого нет. Арикад, кто хочет, вступает для очищения своей души, кто не хочет, не вступает. Здоровые люди в больницу не ходят. Во время беседы религиозные деятели обсудили актуальные проблемы общества. Богословы подчеркнули необходимость избегать возможные разногласия среди ученых. У нас есть руководство духовного управления, с ним можем посоветоваться. Самое главное, я думаю, мы должны на одном объединиться все, и не на каких разногласий у нас не должно быть. Если даже есть какие-то разногласия, вот так вот собраться, и здесь эти разногласия можно будет решить. В завершении встречи шейх Ахмат Афанди вручил религиозным деятелям памятные подарки. 8 марта на пороге. Вся прекрасная половина человечества уже начинает принимать поздравления и подарки. С весенним праздником энергичных и талантливых женщин поздравила и депутат Народного собрания Дагестана Зумруд Бучаева. Подробнее в сюжете по тематам Ханаповой. Образование, медицина, логистика и сельское хозяйство. В каждой из этих сфер женщины уже давно добились высоких результатов. В Дагестане активных и успешных жительниц, которых не на словах, а на деле доказали, что гендерная принадлежность не может помешать внести вклад в развитие республики предостаточно. Их накануне 8 марта поздравила депутат Народного собрания Зумруд Бучаева в рамках акции «Весенние тюльпаны». Это тюльпаны. Я думаю, может быть, они вам порадуют. Радуют, конечно. Отдай, пожалуйста. Леонид Герасимовна, очень вас люблю. И на самом деле, вот каждое мое слово – это истинная правда. Хабсат Шагова продавец сыра вот уже 15 лет. Изготовлением этого продукта женщина занимается еще с детства. Она знает, что такое настоящий сыр и как проверить его качество. А в рамках акции сегодня ее многолетний труд был отмечен и оценен. С праздником вас! Ой, спасибо, спасибо. С 8 марта, да. Говорят, вы самая лучшая продавщица сыра. И самый вкусный сыр у вас. Спасибо вам большое. Ацелихата Абдурагимова – водитель троллейбуса с 40-летним стажем. Родом из селения Геба, Кушинского района. В Махачкалу переехала с семьей, когда ей было 16 лет. Говорит, что любовь к вождению появилась еще в детстве. И дополняет, водить троллейбус – все-таки женское дело. Я люблю эту работу. Мне эта работа успокаивает. Хочу вам, знаете, пожелать нам с вами здоровья, довольства нашими детьми и море любви. Спасибо большое. Вы делаете такое нужное дело для всей республики. В преддверии праздника Зумруд Бучаева поздравила и врачей, и медикам, которые на боевом посту даже в праздничные дни создали весеннее настроение. Этот букет собирала лично я сама. Старалась для вас, потому что это для меня было первое новое дело. У всех этих женщин абсолютно разные профессии. На одной их объединяет точно. Они занимаются любимым делом, добились успехов и признания на том поприще, которое выбрали для себя. По тематам Харнапова, Даут Гасанов, Новости ННТ, Махачкала. Выставка-ярмарка мастеров народных промыслов «Кубачинское серебро» прошла в Махачкале. Более 60 мастеров-ювелиров представили свои эксклюзивные работы в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова. Побывала там и наша съемочная бригада. В таком наряде девушки танцуют на свадьбе своей подружки-невесты. Золото, серебро, драгоценные камни, национальные даргинские костюмы. Сегодня эту площадку можно назвать центром кубачинского искусства. Здесь и кораны с алмазной гравировкой, чайные сервизы с цветной эмалью, авторские украшения, созданные кропотливым трудом. Несмотря на то, что изделия выполнены в национальном стиле, они актуальны и интересны любой женщине. Данные браслеты выполнены в технике филигрань. Здесь вставки из камней из аметиста. На этот браслет уходит, у моего мужа Убедира, уходит примерно около 300 часов работы. Эти браслеты подойдут как и под традиционный наряд, так же и под современный любой наряд. Посетители мужского пола смотрят не на то, что ярче блестит, а на то, что всего опасней. Холодное оружие, сделанное из дамасской стали. Этот клинок назван в честь гиперзвуковой ракеты «Кинжал» и единственным экземпляром. Идолы, фирменные идолы, юсуповские идолы назвали, таких других нет. И есть шашка «Дикий дамаск» с пожеланием на арабском, тоже «Дикий битый дамаск» называется. Тоже в другом месте нет, тоже эксклюзивный. Этот карманный нож в карман, конечно же, не полезет. Весит он почти 6 килограмм. И изготавливает его в селении Харбух. Гигантский складной нож придумала женщина. Она единственная на весь Харбух. Женщина-мастерица по изготовлению холодного оружия. В ее руках кинжалы звучат не хуже музыкальных инструментов. Вот уникальное лезвие, поющее стало. Вот видишь, как она звонит. По словам организаторов, выставка не только отражает национальные традиции ювелирного производства, но и представляет туристический потенциал Дагестана. Выставка проводится в целях поддержки традиционного народного промысла, в целях поддержки туристического центра селения Кубачи, для того, чтобы популяризировать народные художественные промыслы и популяризировать это направление туризма селения Кубачи. В программе ярмарки проходят мастер-классы по производству художественных изделий из драгоценных металлов и орнаментальному оформлению традиционных кубачинских платков КАЗ, приобрести оружие, украшения, посуду и предметы быта по ценам производителя и насладиться выставкой можно до 7 марта. Лориана Шимхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Боец UFC Магомед Анкалаев вернулся домой после очередной победы. 27 февраля на турнире в Лас-Вегасе Махачкалинец одолел спортсмена из Украины Никиту Крылова. На родине Анкалаеву и его личному тренеру Сухрабу Магомедову устроили торжественный прием. В аэропорту собрались порядка 200 преданных болельщиков. Радость победы вместе с триумфаторами разделили родные, друзья и земляки из Шамильского района. Ваши пожелания, ваши дуа, наши действия, наши тренировки и все у нас получится вместе. Мишала вперед. Всем салам алейкум. Баркала за все. Скромный перед публикой в бою Магомед Анкалаев был неудержим. Поединок с Крыловым почти полностью прошел под его диктовку. Шестое подряд успешное выступление позволило дагестанцу подняться на седьмую строчку рейтинга ведущих полутяжеловесов. Это было все, о чем мы хотели вам рассказать. Оставайтесь на нашем телеканале. Смотрите новости. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин